шалом броха как мы постарались объяснить прошлый раз что хотя мы все эти уроки пытаемся понять что наш родца нашим воля творца это то что должно править нашими чувствами нашими молитвами и если человек даже обращается к творцу но он это делает ударением на свое желание на свои цели на свои чтобы достичь то что он хочет тогда это называется дыха ша человек толкает он считает что он должен добиться своей воли и тогда это не приводит к успеху с другой стороны мы видим что привели разные примеры с хазаль как хискеа мелых царь хискеау мы видим что у него было такое выражение что он у него была уверенность что он выживет то мы видим что это как будто бы стоит противоречие о том что мы говорили до этого на самом деле мы пытаемся понять это очень высокий уровень но мы пытаемся понять что есть такой концепт что человек чувствует внутри себя что это рацион нашим что именно это то что он хочет это совпадает с волей творца в часто бывает что есть люди которые очень больны и у них я бывает что у них рак мы скоро об этом будем читать учить и они раббояр сам он родился такой пример своего друга что он соль тот друг хотя бы в самых тяжелых ситуаций он постоянно говорил что он выживет он выживет он знает что он будет жить и варуха шам так это было здесь есть какое-то внутреннее чувство которое невозможно передать и так мы тоже понимаем что иногда правильники которым приходит человек приходит правильнику кто таким у которых совершенно другие правила и иногда не просто по ему пожелать всего хорошего для благословения какой-то совет иногда они могут им обещать что он у него будет успех у него будет жить не будет жизнь это только из-за того что они чувствуют у них есть такой уровень духовный что они видят что рацион ашем совпадает тем рацион которых у них есть и поэтому это не называется дыха каша это ведет к тому что человек понимает внутри себя что именно это то что ашем хочет а не то что я хочу они это рацион ашем мы постараемся это более иллюстрировать сейчас в бывает тоже люди в шедухим у меня иногда я сталкиваюсь с таким ситуацией что люди очень упорный очень упрямый они знают что вот именно они хотят от именно такой же дух иногда это к сожалению плачевно кончается они ищут ищут свои свои сущего дну свою у партнера которого они сами себе придумывали и к сожалению он не существует но иногда это действительно решим шамами это действительно во имя небес они считают что они добьются этого потому что у них это внутри внутри есть такое чувство что действительно не чем шамами это рацион ашем именно это то что творец хочет в адморис бяло бяло рэбе он его бейсменш не далеко от моего дома и иногда мы заходим туда очень это рыба который большинство ну есть время он находится в швейцарии и тоже в шалайм он пишет в в своей книге в главе который называется тхиаса мэйсим возживление восхождение из мертвых он пишет следующее очень страшное страшные вещи просто если бы я это не видел внутри я бы никогда не подумал что он 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 очень реальный человек нему многие приходят советоваться с медицинскими проблемами и он пишет следующее что алкен поэтому он читает что нужно использовать всю свою силу всю свою энергию полностью скоренит в корне вот это вот чувство безысходности отчаяния когда у псаг дин что человек чувствует что его жизнь уже закончена когда ему говорят что он болеет раком он говорит именно об этом у человека появляется чувство что он с ним все уже закончено с ним покончено и он пишет здесь что вот это вот отчаяние он настолько идет далеко он читает что в общем то есть болезни которые гораздо более каком-то смысле опасные чем рак и в других случаях мы видим что люди болели это болезнью и они выходили из нее они полностью здоровы они жили много-много лет она больше не возвращалась другой стороны есть множество людей которые они узнают об этом они лечатся но это вопрос только времени он считает что это идет от того что у человека мгновенно когда он узнает об этом у него появляется отчаяние и уж и это отчаяние сколько бы он потом не молился не просил творца изменить это он считает что на нем уже есть какой-то приговор это уже в общем-то решено это отчаяние никогда не дает его молитвам это силу который может изменить что-то в лучшую сторону потому что даже сколько бы он не обращался к творцу это и вот фила его молитва она идет из отчаяния этот фила мне они уже нету этой силы которая могла бы не быть поэтому он пишет что нужно всеми силами филаги были тиква это 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 молитва без надежды в метах и уж она исходит из отчаяния и она не сможет это добиться результата а на самом деле это это она не исходит из-за из глубины сердца это что-то что уже просто слова и поэтому он считает что есть есть стайпер и другие они считают что лучше не говорит человеку о его ситуации потому что часто человек не будет силы и вот этой реализации он не сможет себя переубедить и понять что на самом деле все может быть изменено ну что хискёвамелых царь хискёву ему пророк говорит что ему пришел конец он умирает в этом мире и даже следующем это даже когда он старается он начинает как-то рокому повторяет еще раз мозг ямус ты точно умрешь несмотря на это хискёву поворачивается к стене и он начинается молитву он говорит что афилу даже если острый меч на твоей шее ты не можешь не отчаяться от рахамим от милосердия который ты можешь добиться он живет еще 15 лет мы видим что даже в самых-самых ситуациях где где мы говорим о ниву о пророчестве это не останавливает его в поэтому он говорит что нельзя это это нужно искоренить в корне и это настолько важно каждому и не нужно ждать таких экстремальных ситуаций но мы видим что люди у которых есть вера есть есть ему на есть есть уверенность в хазаль в то что сказано в той . связано в наши мудрецами они понимают себя на совершенно другой уровень в в одмор миружин она там ружинский рэбэ он рассказывает что к нему пришла женщина у которой множество множество лет не было не было детей и она встала у него в комнате и сказал что она отсюда не уходит пока не получит благословение что не будет ребенок и и вера во благословении этого правильника не мала конца я сказал что она не уходит отсюда он сказал он старался и как-то утешить ее то есть ничего не мог зайти в комнату никто не мог выйти пока она не получит благословение она не уходит отсюда и у него не было выбора он действительно дал этого словения она вышла из комнаты она сразу пошла в магазин покупать коляску покупать колыбельку и вещи для ребенка и действительно это благословение сбывается рижа нерава сказал что это не связано с моим благословением связано с ее эмуна с ее верой уверенностью в праведника в над хамим в веру в мудрецов это дает эту силу ее молитвы и поэтому это дает силу даже его благословению он хотел себя убрать из этой картинки вам не совсем связано этим я надеюсь это еще не рассказывал но это одна из моих любимых историй что один человек болел очень тяжело раком и это продолжалось несколько лет и в конце концов после многих уже очень тяжелых времен и ситуаций он варуха шэм полностью выздоравливает он как принято он делает большую трапезу сюда той до трапезу благодарности где он как это было принято во времена храма приносили специальные жертвы корбан той да и так как в корбан той да там было 40 хлебов которых нужно было съесть за один день то это обычно было возможно только когда ты приглашал множество гостей это было сделано для того чтобы человеку была возможность показать и рассказать о благодарности творцу и он также приглашает на эту трапезу врачей и всю всю команду тех медсестер которые сопутствовали этому которые прошли с ним этот долгий тяжелый путь и когда время приходит ему сказать свою речь в конце он говорит что он особенно кроме всего нужно выглядеть одного врача одного из главных врачей который тоже присутствовал там на этой трапезе что он помнит что несколько лет назад когда было очень очень ему тяжело и это болезнь она очень прогрессировала он это было рано утром был был обход всех врачей по всем палатам и он еще не проснулся по-настоящему и выглядит что он спит и он слышал как вот этот врач говорится о своим своим коллегой они обсуждали ситуацию больных тихо чтобы они не услышали но они стали достаточно близко что он мог услышать их один этот коллега сказал что в этом случае он не видит никакой надежды он видно что это уже настолько далеко продвигая продвинулась эта болезнь что уже не видит никакой надежды на что вот этот врач сказал что нет он у него очень много сил не очень много силы воли поэтому он верит что он сможет выкарабкаться из этого и он скажет что я лежал там с закрытыми глазами мне притворялся что я сплю я слышал эти слова вот от вас этого врача это дал мне так много силы так много надежды и я боролся до конца и бараха шем я стою здесь тоже из-за этих слов которые вы сказали и все хлопали все были очень рады этот врач он сказал что он хочет сказать тоже пару слов он стал он сказал что он очень хорошо помнит это утро это было очень рано утром как они стояли обсуждали каждого и он должен только сознаться признаться здесь открыто что они не обсуждали этого больного на самом деле для другом человек ведь насчет вас я тоже был полностью верен что вы не выживете но на самом деле мы видим что эти слова которые это человек услышал они даже не не были сказаны о нем мы видим насколько сил хорошего слова видим что человек который получает какую-то мотивацию он получает что он видит что в него верят это может спасти и его жизнь в дальше мы видим что в геморре рассказывается очень очень потрясающая история как раз шаббат моим детям и семье это было очень очень интересно в в танит хофей 25 а рассказывается про элозер бен падат лозер бен падас он был очень очень бедным настолько бедным что когда он заболел и в те времена было принято нас цену исцелений это было вынимать кровь как сказать оказаться дам чтобы больному было легче от этого и после этой процедуры когда у него брали кровь то очень важно геморрит об этом говорится чтобы он у него была хорошая трапеза чтобы как-то вернуться к себе но у элозер бен падас не было средств на никакой трапезы ничем чтобы как-то подкрепиться поэтому единственное что нашел это был кусочек чеснока он бросает этот чеснок себе в рот и это эффект этого что он падает в обморок он теряет сознание когда хохамим когда другие мудрецы приходят его навестить они видят следующее они видят что он плачет потом он смеется а следующее у него искры выходят из его лба вот это в состоянии вот этой полукомы он с ним это происходит он плачет он смеется и у него выходят искры за лба теперь когда он просыпается бараха шем он приходит себя они спросили его что он видел что с ним происходило это вот это потрясающе что что он рассказывает он видел что он сидит и он разговаривает с ашхины с хакодж борху он у него есть диалог с творцом в он первый вопрос который ему задает от масса и от стаир бихай алма сколько я буду еще страдать в этом мире ужасная беднота он он не он он больной он даже после того как он получил какое-то стремление он мне не чем подкрепиться сколько он еще будет мучиться в этом мире вам а ли ашем отвечает ему элазар бни мой сын элазар только ради этого услышать от отрибой нишлама творца элазар бни мой сын элазар ни халеха де афхэ лялма ты хочешь тебе хорошо тебе бы устраивало чтобы я перевернул весь мир и мы начали все сначала и спор или сначала с берешит самого-самого начала или своего рождения мы начнем все сначала и ты родишься еще раз и может быть ты родишься в мазаль в созвездии между твоя судьба она будет сопутствовать тому что у тебя будут будет заработок тебе будет легче ты хочешь попробовать этого желаешь что этого между что у человека есть есть какое-то созвездие сказать что он был всю жизнь хотя он занимал разные посты и он был один самых мудрых людей которые жили в то время это время рамбом но он он никогда он всегда жил в бедности он сказал что если он начнет продуцировать заниматься но будет фабрика для тахрихим для для формы для одежды для мертвых тогда люди перестанут умирать он знал что что бы он не взялся чтобы он не брал это было точно что ничего из этого не выйдет он говорит если ты хочешь мы все перевернем сначала и тогда может быть ты сможешь родиться в таком созвездии тогда ему сказал рабилоза в ответ мы все это перевернем все будет сначала нужно будет все сначала начинать и только эвши только возможно что у меня я буду ну я рождаюсь с лучшим мазать с лучшей судьбой это даже не наверняка это даже иску только из шанс нет это не это точно не случится тогда он спрашивает следующий вопрос дыхай им сколько я прожил я прожил большинство своей жизни или еще большинство моей жизни еще впереди на это он ашему отвечать до хаиса мы ты прожил уже большинство жизни на это раньше объяснять тут он плачет сколько бы ему было не тяжело но когда человек живет в этом мире у него к есть возможность исполнять митцвот заповеди он сколько бы это не сложно было как говорится про трех советников фараона небыль и of белом и и сро взять мощь раббейну белом посоветовал уничтожить всех детей чтобы не родился машиах и родился избыть еврейского народа и тро сказал что ни в коем случае и из-за этого его прогнали им нужно убегать и of он промолчал потому что он видел что это бесполезно сказано что белом за это его убивают конечном итоге еще его пинхас его убивает в и тро его потомки сидят в сангедрин самая большая честь который может быть он он теряет свою честь на самом потом получать самую большую часть который есть а ее получает самые страдания которых целое у нас есть том в тонах вы вновь и пророков и of самые большие страдания которые человек может себе представить в этом мире в вопрос здесь спрашивал а что где-то медиками на меру за меру иногда лучше просто умереть на белом а мы просто отрывают голову и все зачем такие а тут ее страдает отражается долгое время ответ что любая любые страдания это зато во время жизни это мой решива из мира он сам у него был паркинсон у него были страшные боли он никогда не брал обезболивающие чтобы не не повлияло на его память и на его разум и он как бы держал самую большую и шиву в израиле возможном мире он мог это сказать это когда он это говорил это действительно звучало он знал о чем он говорит даже любые страдания на человек жив это лучше чем смерть поэтому говорит и без раз тут он заплакал когда он получил ответ что большинство своей жизни он уже прожил теперь если так он говорит имя лоба я не хочу начать чтобы все было сначала я не хочу шашем чтобы ты начал все переворачивал и поэтому я принимаю на себя волю творца так как это есть так и есть омар ли сказал мне ажем бегай агро в ту награду что ты сказал что ты не хочешь этого я дам тебе в следующем мире 13 рек масло фарсимон фарсимон это не наши фрукты которые продаются это какой-то особенный шайман масло которое связано с особенным запахом фарсимон был потрясающий запах и так как запах это что-то рухани что-то духовное поэтому эта награда в ганеден в раю сравнивается с 13 речками масло фарсимон теперь на что чистого фарсимона и также там будут реки которые в ганеден после этого спрашивает и больше нет это все что ты мне дашь а может быть можно больше чем это есть видно что он почувствует что здесь есть какой-то можно торговаться с любой нишалоном есть эйс рацион он у него какой-то шборох у ажем есть нахас у него есть хорошее чувство от него что он отказался от того чтобы разрушить весь мир поэтому он это все отвечает ему ажаем а чтобы останется для твоих друзей чтобы для других если мы тебе дадим больше на что рапидон бенфанас говорит а я что спрашиваю у кого-то у кого есть какие-то ограничения любой нишалон творец у тебя нет никаких ограничений ты можешь сделать все поэтому тут нет ограничений и когда он это отвечает на это получил этот ответ он это в то время в том момент он смеялся когда его друзья увидели что он смеется и когда он начинает торговаться за кудыш бороху сказано что вашем есть особое от этого нахас опять же ему очень приятно от этого на чтобы не назначила и он дает челбан ему в лоб от этого появляются искры у него и тут он приходит в себя говорит им чем шампинкас что когда речь зашла о духовном мире он говорит ажем ты без неограничен ты можешь сделать все это мчим шампинкас потрясающая вещь что если бы он сказал это с до этого когда шаму сказал что если ты хочешь чтобы я изменил твою судьбу придется все начать сначала то он мог бы сейчас если бы он тогда сказал этот аргумент тебе нужно начинать все сначала неужели ты не можешь все изменить чтобы это невозможно все что в этом мире ты можешь все изменить в любой момент и не нужно опять начинать сначала как какой-то картину произведения ты можешь мгновенно изменить чтобы значит с данного часа все шло в другую сторону если бы у него это было этот аргумент тогда он бы это получил вот это вот вера это уверенность что любой не шалон творец может сделать все что угодно это то что дало хискява мелах царю хискяву возможность молиться и отменить этот приговор который был уже вынесен против него в раббоя рассказывал персонально очень историю своей семьи где его дедушка уже в достаточно в зрелом уже был немолодым человеком у него заболела нога него была температура постоян температура и никак они могли сбить неделями неделями у него достаточно высокая температура и никак не могли найти к этому причину и когда уже неделями это продолжалось и все уже очень беспокоились вы решили пожелать положить больницу больницы были с разные наблюдения и анализы конечном итоге была еще во было заседание семи врачей и когда они обсуждали его ситуацию они пришли к тому решению что у него опасная инфекция инфекция в ноге так они пришли к этому выводу и чтобы спасти его единственный выбор это отрезать ему ногу лолей когда они сообщили это его жене бабушки то бабушка сказала что она такая я женилась вышла замуж за человека с двумя ногами поэтому я хочу тоже чтобы продолжить свою жизнь с человеком ногами я не могу пойти согласиться на такое когда они прошли врачи пошли к детям каждый из них сказать что он не берется на себя он не будет подписывать документы сказано что они будут отрезать ногу для их отца но время идет инфекция по послам врачей все продолжается и температура очень высокая так что ситуация очень опасно поэтому врачи сделали стали ультиматум что они должны брать на себя полностью ответственность что их отец он умрет если они не отрезают не будут отрезать ногу чтобы остановить уже эту инфекцию потому что она пойдет выше и тогда уже ничего не нельзя сделать отец ров бояра со своим братом они бы находились в больнице и врачи сказали что все будет они же решать сейчас не просили у них час времени час времени это было два дня до емкипура они побежали в ней брак там не жили и они побежали к репхайм конецки в то время можно было просто зайти к нему и они при объяснили всю ситуацию репхайм конецки шлита он сказал что если врачи так считают не все вместе так решили этой данной то да сказано в школе в талмуде в бавилонском в школе сказано что если опасность ноги то заставляют человека могут связать и отрезать ему ногу если врачи сказали что это действительно так это опасно для даже если он сопротивляется есть право потому что это наша обязанность спасти ему жизнь нужно его связать и отрезать ему ногу брат мы же вера он сказал что в сан хедрин есть такой день когда верхний суд приговаривает кого-то к смерти если это одногласно единогласно тогда этот приговор не действителен то что не может быть чтобы никто не нашел хоть какое-то оправдание для этого человека для смертной казни поэтому мы что здесь тоже что все семь врачей как-то он как-то хотел от этого репхайм сказал что это интересная идея ему он так улыбнулся он планет это не относится к этому поэтому что так написано они были в полном шоке у них не было они вышли когда они выходили репхайм сам репхайм конец к сам побежал открыл балкон свой и позвал их еще стоит кум тарань кум тарань позвал и дал им какой-то хит законных постарался как ты сказал что ула и рахэм слухот у нас есть такое предложение что может быть нашим все-таки покажет милосердие но после этого не еще более как-то были совершенно запутаны не знали что делать что это значит что сначала нужно резать потом издает обратно что не пошли к вижне церебе он тоже не дал им никаких четких псак что делать приговора он сказал что врачи это вообще это ну не далеко не всегда можно них полагаться и так далее но он не сказал точно что делать что поступать в этой ситуации они возвращаются сейчас нужно идти наверх врачи ждут они сказали что уже все это уже последний шанс и отец мой шибаяра мой шибаяра сказал что сам брату иди поднимайся он говорит нет нет я пойду с тобой только не я сейчас поднимусь поднимайся и сейчас я я скажи что я поднимаю сейчас и мы даем им ответ он пошел в синагогу то что в израиле хорошо в больнице тоже есть синагога он открыл ара на койдеш ковчег там где тора сидит он просто туда себя полностью засунул свою голову свое тело вовнутрь был окружен этими свитками торы и он начал кричать он начал молиться творцу чтобы он ему сказал что делать чтобы как-то его направил потому что он что у него нет никакой больше надежды только на кодж бороху только на творца что же делать в этой ситуации он кричал пока он не потерял свой голос он полностью он не мог говорить это продолжалось пять-десять минут и он плакал со слезами и там можно было это услышать по всему всей больнице когда он закончил не было спокойствие внутри не было чувство что он знает что делать он поднялся наверх на тот этаж и по дороге он встречает профессор ривлин известный профессор весный врач этот профессор ривлин оказывается его уже вызвали те врачи чтобы он отрезал ногу даже хотя они не получили согласие они решили что нужно это делать и когда они он спросил у этой боярные да вошли со мной он посмотрел эти анализы документы которые связаны были с отцом и он сказал а кто сказал кто решил отрезать ногу он сказал здесь было заседание всем все семь врачей главный все семь врачей которые здесь находятся они все решили они все сказали что нужно отрезать ногу профессор вот это было high отряд это было воспаление легких которое как-то было не совсем такое было необычное скажем так и температура было из за этого они дала все антибиотики, все рекастры, которые они давали, это были не направлены против этого, и он дал новое лечение, и Бору Хашем, это было именно успешно, он потом жил еще много-много лет, со всеми конечностями. В этот пример он привел, что у цадики, у праведников иногда у них есть разрешение, здесь какой-то ремес, какой-то намек человеку, направить его куда-то, и потом он может достигнуть этой цели и понять действительно рацион Хашем, что творец хочет от него, что действительно Хашем ожидает, и когда у человека появляется вот эта вот ясность, появляется вот это понимание, что это не то, что я хочу, это что моя воля, это мои желания, нет, это внутри, опять же это невозможно как-то объяснить, как-то в словах, это какое-то чувство, какая-то уверенность, что вот это рацион Хашем, это то, что это воля творца. Каждый в каком-то смысле, да, может этого добиться, это, 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 для этого нужны какие-то действия, мы будем еще об этом учить, изучать, что, чтобы добиться этого, но сам принцип этого, сам концепт, что человек должен стараться убрать свое эго, свое, свои желания и постараться полностью слиться с Радцом Хашем, как, когда в Тории говорится, что в Довок Бож, что человек, у него есть митцва, при, прилепиться, слиться с Творцом. Как это возможно? Когда мы стараемся, чтобы две вещи, их слепить в одно, чем больше они отличаются друг от друга, тем больше трения, тем меньше они смогут стать одним. Только когда полностью убираются все вещи, которые отделяют, чем они отличаются, тогда я смогу это прилепить друг к другу, и они станут одним. То же самое с человеком, то же самое сказано, что Моисше Рабейну, Моше, он достиг самого высокого уровня, он полностью, потому что у него не было Я, у него не было ничего, он стал полностью сосудом, через который шла Тора, еврейский народ. Человек может добиться, понять, что все те его персонажи, эмоциональные его цели, его эго, желания, которые не соответствуют тому, что действительно Творец от него хочет, они именно не дают этой возможности. Но когда человек добивается того, что он убирает все эти вещи, тогда он действительно становится одним. Его нишама, его душа полностью сможет быть этим каналом, который соединяет его. И в тот момент он понимает, что его рацион, это тоже рацион Ашема. Газа с Ашем, чтобы все мы старались подниматься и улучшать, и работать над собой, чтобы наш рацион, чтобы наши желания, наши цели, наши мысли как можно больше совпадали с тем, что Ашем хочет от нас. Спасибо, успеха!